Всем привет, дорогие друзья. Фаст обновления. Посмотрим, что обновили. Обновили кинжал. Ядовитый террор. Героический. Увеличено число целей, которые наносят дополнительный урон при успешной атаке. Ядовитый взрыв. Легендарный. Увеличивает число целей, которые наносят дополнительный урон при успешной атаке. Токсин. Легендарный. Отрицательный эффект. Безмолви. Яда. Поражают цели в области. Стремительность. Легендарный. Увеличено время действия окутывания тьмой, которое накладывается при попадании умением. Состояние потока. Легендарный. Теперь при двойном попадании с определенной вероятностью отрицательные эффекты накапливаются. Теневое эго. При входе в состояние незаметности накладывается положительный эффект, который помогает избежать вражеских атак. Предательство. Мифический. Во время действия умения уменьшение времени перезарядки у цели. Пышка. Мифический. Добавлен эффект разрушитель молитвы. Дополнительно при убийстве цели в течение короткого периода времени после использования умения персонажа сложно выбрать целью. Также арба обновили. Исцеление. Улучшенный. Теперь умения можно использовать во время движения. Последнее средство. Увеличивает объем восстановления хп. Божественная кара. Увеличивает дополнительный урон. Нежити демоном. Увеличивает урон святостью. Улучшенный орб. Добавлен эффект увеличения урона от оружия положительному эффекту. Божественная вспышка. Увеличено число получающих урон цели при использовании умения. Дополнительно стихия урона изменена на святость. После экипировки арба на определенный период времени усиливается молитва. При использовании восстановления хп. После окончания действия молитвы увеличивается сопротивление смятению и сопротивление частому наложению аномальных состояний. Святая гильотина. Стихия урона изменена на святость. Двойной щит. Положительному эффекту заклинательно добавлено сопротивление тягиванию-талкиванию. Эффективность исцеления. Легендарный. Теперь умения можно использовать во время движения. Сакральность. Мифический. Пока действует защитный барьер, добавляется эффект защиты от одного отрицательного эффекта. Запускается арена острова дьявола. Поделены на кластеры барс, дик, артерика, леона. Добавлен уровень сложности групповых подземелий. Трудный 2. Очень интересно. Пишите свои комментарии, как вам трудное подземелье. Также информация о наградах. Давайте посмотрим. Групповое подземелье. Трудно 2. Может 40к орденов выпасть. Зелье развития. Фрагменты рецепта редкого. Интересно, насколько он сложный. Пиши свой комментарий. Награда за победу над боссом Башни дерзости. Она зависит от ранга мира. Сложнее ранг мира, тем лучше награды. То есть больше их будет возможность залутать с боссом. Добавлено мировое подземелье. 10 этаж Башни дерзости. Появляется босс Лилит. 20. 0. 10 башни дерзости. 3 области. У зоны охоты 2 уровня сложности. Также дебафы Башни дерзости. Торговец гильдии бронзового ключа в Башне дерзости. Добавлены предметы. Зелье пробуждения высокого качества. Чистый эликсир. Камень души Тарима. Добавлена душа Лилит. Нового босса. Также изменено время. Появление босса в Башне дерзости. В победе над боссом Башни дерзости открывается портал на другой этаж. Добавлено новое снаряжение. Руковицы божества для высокого качества алхимии. Можно добавить их в коллекцию. Точность. Очень дорогие будут предметы. Шанс двойного урона. Даже хотя бы шестые перчатки. Добавлены редкие временные коллекции предметов. Книга об истории королевства Аден. Обновите книги. Улучшение. Сумки стало больше места на 4. И если вы максимально откроете ячейки за донат, на 8 больше станет. Также добавлено всплывающее окно. Информация о предметах, получаемых при критическом успехе неудачи создания. Также сложнее получить очки головореза. Улучшены визуальные эффекты боссовенной области. Теперь область станет более заметной. Планы Альянс теперь раздельно в меню. Начинается новый ивент. Чудесная алхимия. Расписание ивента с 9 по 24. Можно попробовать выполнить ивентовые алхимические операции при помощи предмета Камень алхимии. Камень алхимии можно получить в качестве специальной награды за задание создания. Сезонный пропуск чудесных близнецов начнется 10 числа. Очень интересно. Опять же этот пропуск чудесных близнецов. Ивентовое создание. Осколки можно получить. Короче много ивентов именно с этим пропуском связанных. Рада за активацию премиума. Питалка. Пистал улучшения. Свитки улучшенные. Карты души. Записи победы. Высокого качества эликсир. Карты артефакта. 11 раз очень. Камень алхимии. Остров неистовства. Икс 2. В 2 раза больше опыта и адены. В 2 раза больше времени. И так же будет дополнительно падать сундук. Знак поручения. И так модификации. Реликвия энергии. Дополнительно. Так же в период проведения ивента. Выдается двойная награда во время охоты на мировых боссов. На них могут все ходить. Некрополь. При прохождении первого раунда. Дают сундук. Зелье развития. Магические фрагменты нового измерения. И так же писемка утром и вечером. Виталка и реликвия энергии. Золотое настойка леи. Переходим к бонусу. Полторы тысячи алмазов. Четыре карты на выбор. Итого 28 получается. 28 карты. И финальная награда карты мастером. Главное что тут артефакты есть. На выбор сундучок. Что нам нужно. Перед финальной наградой героический легендарный. 1% получения легендарной. Но это очень большой процент. Я конечно ждал замок ИС-2. Но что-то не тянут с замком. Подвезли смену класса. Из-за того что добавили. Ну обновили кинжал и орб. Как можно воспользоваться данным классом. Мы можем другого класса книгу. Выучить на себя. В группе дискорд есть ссылка. Посылание бихарта. Там где показаны. Равноценность скиллов. Какое какому относится. Потому что если мы откроем. Каждый скилл. Ну начиная сверху вниз. Мы идем. Кристалл Инея Орен. Буря 3. Это Аден 1. Шквальный удар. Это Аден 2. Щит Мудреца Грация. И то же самое с фиолетовыми скиллами. Там типа Метеор. Хаос. Гравитация. Это Герант скиллы. Сигма. Ну и я не помню точно. Ну так тоже так же дальше. Идут там Грация. И по возрастающей. Есть ссылка в группе дискорд. В описании под видео. Заходи смотри. Сравнивай цены. Покупай. Может выйдет дешевле. Там к примеру купить какой-то. Аден 2 скилл за 600 алмазов. И обмен там тоже где-то 600 алмазов. 1200 к примеру. В зависимости вот такой вот с артефактами. За реальные денюжки. 8 артефактов. 2 синеньких. 16 обычненьких. 8, 16 и 2. Дальше за реальную валюту уже с алмазами. Тут у нас кристаллы. Улучшенный кристалл. Карты. Высокого качества. Реликвия. Вот такой вот сундучок за 1500 алмазов. С руной на выбор. Двухэтапный. Это 25 рун получается. Очень неплохо. Переходим к обычным пакам. Видим тут вот такое вот. Слушайте, что-то не вижу. Знак монарха. Также можем создать различные предметы. Это как часы. Карты мастером. Артефакты. Карты мастером. Ордена знаки. Ну как обычно. Зелья пробуждения. Чистый эликсир. Реликвия. Настойка очищения. За которую мы можем создать мифические скиллы. С вероятностью 7%. Но дают вот такой вот интересный камушек. За неудачу создания. И можем его продать. Книги наследника. Игнорирование сопротивления урона плюс 5%. При убийстве врага восстанавливает 20 хп. Абсолютная точность 2%. Сопротивление урону 5%. У оглушенного персонажа сопротивление оглушению временно плюс 3%. Снижение урона плюс 5%. Увеличивает шанс сопротивления частому наложению аномальных состояний. Теперь у нас с вещами. Также видим. Сундук с подвохом. И постоянно он сверху. Это 1% запечатанная династия. Дальше 1% падший ангел. 1% создания. Также вот такие вот этемы. 10% шанс. Короче такое. Так себе. Ну в целом вроде бы все рассказал. Как всегда если что-то пропустил, пиши комментарии. Мы же играем в этом вместе с тобой.